В Ульяновской области в 77-й раз состоялась эстафета на приз газеты «Ульяновская правда». Это добрая спортивная традиция, которая берет свое начало с суровых военных лет. С тех пор эстафета – самое масштабное, яркое спортивное состязание региона. В этом году она стала особенно долгожданной. Мы очень рады этому событию. Прошлый год у нас, так скажем, был неудачный в этом плане. И наша эстафета не прерывалась даже в военные годы. А вот из-за пандемии вынуждена была прекратить на один день, на один год. Поэтому мы очень рады самому событию, что оно просто состоится. В торжественном открытии эстафеты принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских. Он поприветствовал гостей и участников эстафеты и напомнил, что история эстафеты тесно связана с историей региона. Я рад в этот замечательный весенний день, пусть он еще не совсем солнечный, приветствовать вас. На этом замечательном спортивном мероприятии. 77-я эстафета. Это очень весомо и очень значимо. 77 лет назад в далеком 1943-м военном году указом Президиума Верховного Совета СССР была создана Ульяновская область. И в этот же год была проведена первая эстафета. Почетными гостями традиционного для региона бегового события стали олимпийские чемпионы Юрий Барзаковский и Ирина Привалова. У вас уникальный опыт. Вы смогли сохранить и поднимаете на какой-то новый уровень. Постоянно какие-то креативные идеи. Смотрю, привлекаются не только легкоатлетические, другие виды спорта. И это действительно для города получается и для области. Это праздник, притом праздник спорта. На таких эстафетах идет большое привлечение вообще семей, детей в частности к спорту. И это огромный плюс для нас, потому что из таких молодых ребят кто-нибудь может состояться большим спортсменом. В эстафете приняли участие более 4 тысяч человек различных возрастов из разных регионов страны. Тысячи горожан и гостей города с интересом следили за ходом борьбы на эстафетной трассе длиной более 7,5 тысяч метров, проложенной по улицам областного центра. Впервые в эстафете был детский забег. В нем участвовали дети из 14 детских садов. Все 70 участников получили призы и медали из рук олимпийских чемпионов. Город в течение трех часов стал огромным спортивным стадионом. В программе праздника были массовые старты команд общеобразовательных организаций, предприятий, семейных команд, команд спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Эстафета, командная дисциплина, зависит от каждого человека. Собралась с отличной командой. Мне осталось только добежать, удержать это преимущество. Также впервые в эстафете была представлена команда правительства Ульяновской области. На последнем этапе к финишу со эстафетной палочкой бежал временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Русских. Правда, правительственная команда пока не в призерах. Но это Алексея Юрьевича не расстроило. Здорово. Надо тренироваться всем. Я думаю, сейчас работу поставим на должный лад и будем бегать быстрее. Спасибо. После подведения итогов судейской коллегии прошло награждение участников. Победители получили награды и денежные сертификаты из рук руководителя региона и почетных гостей эстафеты. Ирина Антонова, Герман Баранов, Управда ТВ.